Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские полуботинки итальянского бренда Ficina Creativa. Верх модели выполнен из натуральной кожи буйвола анилинового окрашения, прочного и плотного материала. Обувь из кожи буйвола надежная и долговечная, великолепно держит форму. Полуботинки долгое время будут поддерживать презентабельный внешний вид. Обувь надежно защищает стопу от воздействия неблагоприятных погодных условий и механических повреждений. Благодаря естественной зернистой фактуре кожи, заломы и царапины будут менее заметны. Обувь фиксируется на ноге благодаря ремешку с пряжкой. Анилиновое окрашение характеризует кожи более высокого сорта. Краска не покрывает кожу сверху, а пропитывает ее. Такая обувь лучше дышит и приятнее в носке, но при этом она может промокнуть, если вы будете носить ее в дождь. Ухаживайте за анилиновой кожей правильно, питайте и защищайте ее, и ваша обувь будет выглядеть превосходно. Подкладка и полустелька сделаны из натуральной кожи теленка. Мягкий материал бережно отнесется к вашим ногам и защитит от мозолей. Благодаря своим особенностям он прекрасно пропускает воздух. Ноги будут дышать и меньше потеть. В носочной части обуви видна основная кожаная стелька. Ее намеренно оставили открытой. Она гипоаллергенная, хорошо впитывает влагу от стопы и быстро высыхает. Основная и вкладная стельки создают здоровый микроклимат в обуви. Подошва сделана из натуральной кожи. Главное ее преимущество – мелкопористая структура, которая обеспечивает ногам превосходное дыхание. Со временем такая подошва адаптируется к анатомическим особенностям стопы. Частичная набойка на каблуке защищает его от истирания и продлевает срок службы пары. Носите эти полуботинки в стиле casual с джинсами и рубашками. Их также можно сочетать с нестрогими костюмами из льна и вельвета и прямыми платьями. Неравномерное окрашивание и выразительная фактура кожи придают этой паре аутентичный, ремесленный вид. Она сделает неординарным даже самый простой казуальный образ. Оставайтесь стильными вместе с брендом фичиной креативы.